Здравствуйте, дорогие мои друзья! В эфире телеканала Архиз 24. В ближайшие 15 минут снова будет царствовать поэзия. Мы начинаем. В сегодняшний выпуск я хочу посвятить удивительному мероприятию, которое прошло 29 апреля в картильной галерее города Черкеска. Автором и организатором этого вечера выступила известная поэтесса, переводчик, близкий друг нашего телепроекта и неоднократная гостья нашей телепередачи, невероятно талантливая и душевная Шахрица Богатырева. Мероприятие, названное «Сиреневым салоном» в честь новой прекрасной весны за окнами, объединило в себе и поэзию, и музыку, и изобразительное искусство, так как все это действие разворачивалось на фоне картин знаменитого художника Мухаммеда Хахандукова. А теперь мы решили поделиться с вами видеоотчетом с этого незабываемого вечера. Приятного просмотра! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 На фронте тишина, тишина, и солдаты позабыли про бой. Воевать, видать, устала война, и взяла себе один выходной. Воевать, видать, устала война, и взяла себе один выходной. Банька, стирка, сон, и письма домой, у солдат нет важнее хлопот. Все успеем за один выходной, утром снова бой майор поведет. Все успеем за один выходной, утром снова бой майор поведет. И у немцев тоже, а у скепта, ветерок доносит, или марлет. Вместо пуль к нам только годы летят, я отправлю Катюшу взамен. А пока на свежей травке лежу, и смотрю на небо с год голубой. Может, больше я уже не дождусь, когда вновь возьмет война выходной. Может, больше я уже не дождусь, когда вновь возьмет война выходной. Но, может, проживу сотню лет жизни мирной и красивой такой, А попросят рассказать о войне, вспомнят это о твоем выходной. А попросят рассказать о войне, вспомнят это о твоем выходной. Еще одна зарисовочка называется «Ангел». С небес украшенных морчок, спустился ангел в день тоскливый, Без спроса сел у меня на плечо, крылья сложил, неторопливо. И, заглянув в глаза мои, коснулся глубины колодца, Знакомым голосом спросил, ну как тебе, дружок, живется? Живется так, все не разжим, в реке всегда непостоянство. Ветер, запутавшись, кружит над новой дорогой странствием. Дом скроется, плодоносил, глаза ленивая плетется, Ангел послушал и спросил, ну как тебе, дружок, живется? Мой ангел глух, а может, глуп, Невежка надо мной стеется. Я доверялся, он был скучен, Лишь попрошал, ну как живется? Ответил мне умол, душой, Слова раскрасил яркой мастью. Живется очень хорошо, Я с тобой богат, любим, я счастлив. Ты улыбнулся, ангел мой, Что чувствуешь, что воздается, Пойду дальше я с тобой, Раз хорошо тебе живется. Я целый год его ждала, Наведывалась, вспоминала, И, отложив свои дела, Весну заблудшую встречала. Вновь представляла этот день, И год ждала я эту встречу. Я вглядывалась в свет и тень, Вдруг пропущу, вдруг не замечу. И вот откуда ни возьмись, Сквозь землю пробиваясь звонко, Рождалась маленькая жизнь. Я в восторге, как девчонка, Хотела крикнуть, Ты держись, поаккуратней, потихоньку. Но пробивалась эта жизнь, Уже не слыша ту девчонку. И как молочный первый зуб, Он пробивался безмятежно, Стоя, как зрелый, мощный дуб. Подснежник, маленький и нежный. Ну вот, такой вот подснежник, Мы с Сашей походили на дачу, Вот начинается весна. Луна вознеслась над крышей, Над мартовским парком голым. Потише, прошу вас, потише, Звучит любовное соло. Весенним полночным бдением, С надрывом кошачьей темы, Скользит под луной привидением, И с фиолетовой теми, Опять отрешенно голодный, Бредет в аутизме по крыше, И мир, населенный плотно, Страдания не слушая, слышит, Невыразимые в звуке, Отдельно от жизни этой, Вложив в гаммы страстной муки, Орет над спящей планетой. И снова наш эфир подходит к концу. Надеюсь, мы смогли в очередной раз затронуть струны вашей души И наполнить сердца добром и вдохновением. До скорых встреч, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова